Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня поговорим о мерах, направленных на развитие Дальнего Востока, включая совершенствование тарифной политики в области электроэнергетики. Я, честно говоря, не знаю, мы, Дмитрий Атольевич, не успели это обсудить, другими вопросами сейчас занимались, но нам нужно выходить на какое-то решение. Это не может быть приемлемой ситуацией, когда в одном из регионов в разы отличаются тарифы на электроэнергию, создаёт условия, соответствующие, прямо скажем, неблагоприятные и для граждан, которые проживают в этих регионах, и для ведения бизнеса, что очень важно. Поэтому нам решение здесь нужно найти. Но перед тем, как мы к этому вопросу обратимся, всё-таки несколько текущих оперативных, и один из них – это о работе по повышению эффективности деятельности РАО «РЖД». Давайте попросим Олега Валентиновича, которого мы пригласили сюда, рассказать о том, что в этом отношении предпринимается. Ну и Максим Юрьевич Путин. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего, позвольте вас поблагодарить за поддержку железнодорожного транспорта и принятые решения, которые помогают обеспечить эффективную деятельность российских железных дорог. Кратко по итогам 2015 года. В 2015 году, несмотря на общие негативные тенденции, компания увеличила тарифный грузооборот на 0,3%. И это максимальный объём грузооборота с 1991 года. В пассажирском комплексе отправлено более 1 миллиарда пассажиров. При этом в отдельных сегментах пассажирских перевозок достигнут существенный рост показателей. Например, в скоростном сообщении объём перевозок вырос более чем на 22%. Сокращены расходы по перевозочным видам деятельности почти на 40 миллиардов рублей к плану. Компании удалось удержать рост себестоимости перевозок на уровне 7,1%. И при фактическом убытке в 2014 году и плановом убытке на 2015 год в объёме 26 миллиардов рублей за счёт предпринятых компанией МИР чистая прибыль по итогам года составила порядка 300 миллионов рублей. Социальные обязательства перед работниками, ветеранами и пенсионерами в соответствии с коллективным договором выполнены в полном объёме. На 2016 год компания взят курс на финансовую сбалансированность деятельности при уменьшении тарифной нагрузки на экономику и минимизации потребностей в финансовой поддержке со стороны государства. Хочу поблагодарить правительство, Минэкономразвитие, Минтранс, Минфин, Федеральную антимонопольную службу за поддержку, особенно за решение по налоговым преференциям в части налога на имущество и льготные ставки налога на добавленную стоимость при перевозке пассажиров. Но даже с учётом данных преференций объём налогов в 2016 году увеличится и составит более 304 миллиардов рублей. Планируемая чистая прибыль по итогам года составит около 900 миллионов рублей. У нас планируется рост производительности труда выше 3,5% и благодаря проводимой работе мы смогли проиндексировать с 1 марта почти на 3% заработную плату работников компании в соответствии с условиями коллективного договора. А с учётом дополнительных возможностей следующая индексация запланирована на осень 2016 года. За прошедшие два месяца текущего года погрузка на сети обеспечена на уровне 2015 года. Грузооборот железных дорог за счёт увеличения средней дальности перевозки ещё вырос на 1,5%. В пассажирском комплексе отмечены положительные тенденции в части замедления темпов снижения пассажирооборота. Существенное развитие получила услуга перевозок в дневное время в скоростных и комфортабельных подвижных составах. Доходы от перевозок за два месяца увеличены на 4,3%. При этом рост себестоимости на перевозочных видах деятельности в 2,5 раза меньше инфляции. Рост производительности труда составил почти 5%. С учётом изменяющейся макроэкономической обстановки нами произведена оценка рисков производственных показателей до конца 2016 года. На основе актуализированного Минэкономразвития в январе прогноза макроэкономического развития на 2016 год объём погрузки прогнозируется на уровне 2015 года с небольшим приростом. Для сохранения грузовой базы и привлечения дополнительных объёмов перевозок нами предприняты оперативные меры по расширению сферы применения гибкого тарифного регулирования тарифного коридора и частичной отмены экспортных надбавок. Рост доходной базы от перевозок грузов по сравнению с январём-февралём 2015 года составил только 3,3% при допустимом росте не более 7,5%. Это существенно снижает уровень тарифной нагрузки на грузоотправители. Мы посчитали, и это получается, что порядка 45,5 млрд. рублей мы дадим снижение тарифной нагрузки. Для обеспечения сбалансированной деятельности компании выполняется программа повышения операционной эффективности по четырём основным направлениям. Это оптимизация операционных расходов, повышение доходов от перевозок и прибыли, улучшение технологических качественных показателей и также планируется снижение расходов на материально-техническое обеспечение. Всё это вместе должно дать нам больше 44 млрд. рублей в части эффективности. При этом будут дополнительно профинансированы капитальные ремонты содержания железнодорожной инфраструктуры в объёме не менее 15 млрд. рублей. И эта мера позволит нам впервые за последние годы остановить и даже снизить рост километража, который был просрочен всеми видами ремонта. Дополнительное направление для повышения эффективности совершенствования – это инвестиционная деятельность. В соответствии с Вашим, Владимир Владимирович, указом, компания, одна из первых с 2013 года, приступила к проведению независимого технологического и ценового аудита. Необходимые процедуры прошли крупные проекты. Приняли ряд организационных решений для кардинального повышения эффективности контроля на всех этапах. Так, по поручению Аркадия Владимировича Дворковича создан комитет Совета директоров ООО «РЖД» по приоритетным инвестпроектам. В компании образовано специальное управление. Данная работа позволила нам уже сейчас обеспечить фактическое снижение стоимости проекта модернизации «БАМа» и «Трансиба» на 8,3 миллиарда рублей. И подготовлены предложения по оптимизации инвестиционных проектов, которые смогут быть перераспределены на иные приоритетные направления инвестпрограмм. И в заключении хочу еще раз отметить, что российские железные дороги справятся со всеми задачами, которые поставлены вами, Владимир Владимирович, и правительством для безусловного обеспечения промышленности, населения качественными услугами железнодорожного транспорта. Спасибо. Максим Ильич, прокомментируйте, как у нас произошла смена руководства ООО «РЖД» и как ситуация развивается, по Вашему мнению. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, действительно, Олег Валентинович уже многое доложил. Я лишь добавлю, что действительно в этом году впервые за несколько последних лет ООО «РЖД» для безубыточности своей деятельности обходится без дополнительных субсидий из федерального бюджета. Но я, в первую очередь, говорю, конечно, о субсидиях на текущую деятельность, в том числе и для капитального ремонта инфраструктуры. Объем такой поддержки составлял в прошлый период ежегодно 20-30 миллиардов рублей. Это, конечно, не относится к взносу в основной капитал для решения масштабных инвестиционных проектов, таких как обход Краснодара, Украины и многих других. И здесь надо отметить, что впервые за новейшей историей России мы видим такие масштабные объемы железнодорожного инфраструктурного строительства. И, в общем-то, несмотря на определенные инфраструктурные ограничения и финансовые ограничения, РЖД четко выполняет все объемы, а именно РЖД ведет большую часть этих строек в срок и справляется с необходимым объемом работы. В части решения ранее стоявших острых вопросов отмечу, что мы достаточно спокойно вошли в Новый год в части пригородных перевозок. И это результат принятых правительством мер государственной поддержки. В годовом исчислении этот объем составляет по итогам прошлого года 44 миллиарда рублей. Но, безусловно, конечно же, результат выстроенной адресной работы с каждым из субъектов Российской Федерации, с каждым, где есть пригородное сообщение, с каждой пригородной пассажирской компанией. Помимо этого, несмотря на такие плотные, очень такую напряженную инвестиционную программу, РЖД предусматривает приобретение 232 единиц мотор-вагонного подвижного состава. И большая часть из этого объема, 150 вагонов, это полюбившиеся с олимпийских времен поезда типа «Ласточка». И это позволяет решать не только важные социальные вопросы в пригородных перевозках, но и обеспечивать необходимый заказ для транспортного машиностроения. Говоря о транспортном машиностроении, также отмечу, что в инвест-программе заложена закупка порядка 500 локомотивов российского производства. Часть из них приобретается с поддержкой из Фонда национального благосостояния. Такое решение зафиксировано в плане по поддержке отраслей экономики в 2016 году, подписанной председателем правительства. Мы просим его также поддержать и согласовать. В части поддержки промышленности также отмечу, что за счет мер по списанию грузовых вагонов с истекшим сроком эксплуатации создан реальный спрос на новые вагоны. И мы сегодня видим, что здесь наш промышленный сектор в этом плане действительно оживает. И несмотря на то, что был определенный профицит за счет оптимизации работы РЖД, повышения скорости движения поездов, улучшения оборота вагонов, списание старых вагонов, такое ускоренное, оно не создало каких-либо проблем для грузоотправителей и не произошло потерь погрузочного ресурса. Также это результат применения гибкого тарифного коридора, совершенствования нормативной базы. И в прошлом году было актуализировано регулирование и грузовых, и пассажирских перевозок, введена ответственность за непроизводительный простой вагонов, и это позволяет снять нагрузку на пропускные способности инфраструктуры. Также принят ряд подзаконных актов, которые позволили обеспечить внедрение единого сетевого технологического процесса железнодорожных перевозок, то есть соптимизировать, взаимоввязать интересы и деятельности самих российских железных дорог, как открытого акционерного общества, так и грузовладельцев, операторов, собственников подвижного состава и владельцев путей необщего пользования. Конечно, есть и нерешенные километры, о них вопрос о них Валерий Калентинович тоже сказал, это накопленные километры с просроченным ремонтом, но дальнейшая оптимизация работы вагонного парка и существующий настрой, который есть в компании, позволяет сделать вывод, что все задачи, которые поставлены Ваней Владимировичем, правительством, они с уверенностью должны быть преодолены, проблемы, а задачи эти выполнены. Спасибо. У нас скоро наступает пик летних перевозок пассажирских. Обращаю на это большое внимание, здесь, как обычно, сезонно наступает немало вопросов, которые нужно своевременно решать. Сейчас не будем вдаваться, это на правительстве, надеюсь, вы доложите председателю во время и среагируете на приближающийся этот пик. Это нужно сделать. Есть? Есть. В январе этого года был подписан указ, вышел указ президента по передаче Федеральной таможенной службы Росалкогольрегулирования в ведении Минфина России. Антон Георгиевич, что за это время изменилось и что вы предполагаете сделать в ближайшее время? Спасибо, Владимир Владимирович. Действительно, хотел бы остановиться на ситуации в алкогольном рынке. Хочу сказать, что она непростая. В последние годы мы видим существенное сокращение легального объема реализации алкогольной продукции и, соответственно, снижение объемов доходов бюджетов, которые пополняются за счет акцизов от реализации алкогольной продукции. Причем, как мы видим, существуют и серые, и черные схемы реализации и производства этой продукции. В соответствии с вашим решением, Владимир Владимирович, была создана рабочая группа в Министерстве финансов при участии в силовых структурах. И благодаря слаженной работе, в первую очередь, Федеральной службы безопасности, Следственного комитета и МВД удалось ликвидировать в одном из регионов, это Кабардино-Балкария, схему уклонения от оплаты налогового бюджета. Так, эта схема приводила к тому, что только по одному региону 24 миллиарда рублей недосчитался бюджет от использования таких незаконных схем. В результате схема прекращена. В результате закрытый ликвидированный ряд предприятий, которые производили так называемую левую алкогольную продукцию в результате возбуждено 11 уголовных дел в отношении организаторов такой продукции. Правительство Российской Федерации подготовило сейчас план по мобилизации дополнительных доходов в бюджет. В качестве важных пунктов этого плана является нормализация работы на алкогольном рынке. Здесь предусмотрено целый ряд действий. В данном случае ужесточение ответственности за реализацию алкогольной продукции, которая не является, то есть которая, по сути дела, не имеет легальную акцизную марку или продается в магазинах, не имеющих соответствующей лицензии. Это первое. Второе из крупных таких мер – это приравнивание акцизных марок производства и реализацию продукции с акцизными марками, по сути дела, к реализации и производству денежных знаков. То есть за реализацию акцизных марок незаконно будут предъявляться те же самые меры уголовной ответственности, как и за изготовление денежных знаков. Следующая мера – это невозможность использования марки без выплаты акцизы. К сожалению, в последнее время мы видим значительный объем продукции и уклонений, когда при выдаче марок акцизы не уплачиваются. Такие действия мы должны прекратить в ближайшее время и все необходимые законодательные решения мы примем в весеннюю сессию. Важный вопрос, Владимир Владимирович, это внедрение системы отслеживания производства и реализации алкогольной продукции, так называемой системы ЕГАИС, начиная с 1 июля текущего года в розничном обороте. Мы должны уже с полугодия текущего года отслеживать все поставки алкогольной продукции от производства до ее конечной реализации в сети в этой новой системе. Поскольку задача лицензирования, задача регулирования розничной торговли алкоголем находится в компетенции субъектов Российской Федерации, мы сейчас вместе с регионами проводим работу по контролю за ходом установки в розничных точках продаж соответствующего оборудования, необходимого для отслеживания продажи всей алкогольной продукции в этой системе ЕГАИС. Такие меры вместе с регионами проводятся. Главное нам сейчас синхронизировать меры законодательного порядка и меры введения системы ЕГАИС с тем, чтобы обеспечить полный контроль в этом году над производством и реализацией алкогольной продукции. Значительные потери доходов, бюджетов и, в первую очередь, субъектов Российской Федерации, федерального бюджета от наличия такого серого-черного рынка. Хорошо. Ладно. Ольга Юрьевна, у нас уже с 21 марта стартует досрочный этап кампании по сдаче ЕГЭ. В позапрошлом году к этой системе было много вопросов и претензий. В прошлом, в 2015-м, в целом, кампания прошла более или менее дисциплинированно. Что нас ожидает в этом кампании? Дороженый Владимир Владимирович, действительно, в наши задачи входит создать все условия для проведения безопасного, комфортного экзамена, единого государственного экзамена. И мы ставим свои задачи, чтобы экзамен был прежде всего честный. И действительно, в прошлом году, как вы уже сказали, нам удалось достичь этого результата. У нас не было ни одной выкладки в интернете материалов экзамена, и у нас не было зафиксированных нарушений. Это было достигнуто прежде всего введением обязательной системы видеонаблюдения во всех пунктах проведения экзамена. И в этом году на систему онлайн-наблюдения переходит 83% пунктов сдачи ЕГЭ. В этом году задействована будет спецсвязь для доставки всех материалов по ЕГЭ. Это тоже очень серьезно защищает все материалы, передаваемые для единого государственного экзамена. Мы готовы к проведению экзамена. В этом году экзамен будет сдавать 752 тысячи человек. Это на 20 тысяч человек больше, чем в прошлом году. И что очень важно, у нас изменилась структура сдачи ЕГЭ. У нас больше, чем на 21 тысяч увеличилось число желающих сдавать физику. Очень серьезное увеличение заявлений по биологии и по химии. У нас в этом году, например, физику будет сдавать больше, чем каждый четвертый выпускник. Это отличный результат, потому что действительно у школьников, у родителей и у сообщества формируются новые ценности и новые потребности в изучении реальных дисциплин, которые двигают нашу экономику. Мы готовы к проведению экзаменов. Я проводила селекторное совещание. Все службы работают, и мы проведем его на достойном уровне. Хорошо. 19 марта Всемирный фонд дикой природы и Министерство Минприроды России организуют в нашей стороне, организуют присоединение нашей стороны к международной акции «Экологический час земли». Он называется. Попрошу Сергея Ефимович Донского несколько слов сказать о том, что предлагается. Да, уважаемый Владимир Владимирович, Минприроды России в восьмой раз совместно с Всемирным фондом дикой природы и властями большинства золорегионов России в эту субботу проводит акцию «Час земли». В этом году она проходит под девизом «Сделать шаг на встречу планете». Её основная задача – привлечь внимание к экологическим проблемам. В частности, в рамках акции мы планируем обратить внимание на необходимость формирования экологической культуры, изменить некоторые повседневные привычки людей, которые приводят к неэффективным расходам природных ресурсов, к загрязнению окружающей среды. В мероприятии принимают участие все крупные города России, которые отключают внешнее освещение и подсветку зданий, крупных архитектурных, инженерных объектов. В Москве это Манеж, Храм Христа Спасителя, здания правительства России, Москвы, МГУ и многих других высоток. В Санкт-Петербурге это государственный эрмитаж, Петропавловская крепость, ансамбль стрелки Васильевского острова. В акции также принимают участие Нижегородский, Казанский, Кремль, также некоторые центральные здания Мурманские, Перми, Кузбассия и многих других крупных городов. Ну и мы были бы очень рады, если вы, как всегда, поддержите акцию и дадите поручение комендатории Кремля отключить подсветку архитектурно-исторического ансамбля, а также разрешить провести официальное открытие акции «Час земли» на Красной площади. Давайте так и сделаем. Хорошо, спасибо. Уважаемые коллеги, ещё один вопрос, который я хотел бы сегодня поднять, весьма актуальный и связан он так с называемым допинговым скандалом. Мы не раз заявляли о категоричном неприятии любого вида допинга. Спорт должен оставаться ареной честной борьбы, где побеждает тот, кто проявил мастерство, силу воли, упорство, кто действительно следует олимпийским лозунгам «быстрее, выше, сильнее». Именно поэтому спорт любят, ценят в России и во всём мире. Очевидно, что приостановка аккредитации Всероссийской Федерации лёгкой атлетики и недавние допинговые так называемые случаи задевают не только наших спортсменов, но и многих спортсменов из других стран и бросают тень на авторитет спорта в целом, негативно отражаются на настроении миллионов болельщиков, которые ждут от своих кумиров, разумеется, как я уже говорил, честной борьбы. Очевидно, что наши спортивные руководители, должен об этом сказать, проявили непонимание актуальности этих вопросов, своевременно не пополнили списки соответствующие, которые были представлены международными соответствующими структурами, не пополнили наши стоп-листы, не проинформировали своевременно спортсменов, тренеров и других специалистов о решении Всемирного антидопингового агентства, о запрещении отдельных препаратов. Я сейчас, знаете, не хочу вдаваться в детали, связанные с этим мельдонимом, или как он там называется, которые у нас внесены чуть ли не в список жизненно необходимых лекарственных препаратов. Но тем не менее, если уж этот препарат включён был в список ВАД, то надо было это иметь в виду и соответствующим образом на это реагировать. Но дело не только в этом конкретном случае. Речь о системных вопросах. Нужно активнее развивать партнёрское взаимодействие с международными организациями, работающими в этой сфере. Прежде всего, конечно, со Всемирным антидопинговым агентством и Международным Олимпийским комитетом, как и прежде выполняя все официальные решения и рекомендации этих авторитетных международных организаций. Россия является дисциплинированным членом международного спортивного сообщества, пользуется в нём большим авторитетом. В этом ни у кого нет сомнений. Очевидно также, что наше национальное антидопинговое законодательство нужно серьёзно совершенствовать, если у нас происходят такие сбои. Наказывать тех, кто склоняет спортсменов к употреблению запрещенных препаратов. И нужно, конечно, обратиться в этой связи и к международному опыту. К сожалению, должного взаимодействия Минспорта, который определяет антидопинговую политику, и Федерального медико-биологического агентства, отвечающего за медико-биологическое обеспечение сборных команд до сих пор нет. Все, кто отвечает за подготовку спортсменов, должны использовать самые современные научно-образовательные и научно-обоснованные методики. Почему говорю научно-образовательные? Это связано и с подготовкой молодых спортсменов. Привлекать необходимых опытных специалистов – все эти вопросы должны быть предметом работы федеральных и региональных структур, общественных организаций. Я прошу правительства проработать эти и другие вопросы по повышению эффективности национальной системы борьбы с допингом и представить соответствующие предложения. И в завершение вот что хотел бы сказать. Мы по праву гордимся достижениями наших спортсменов, и их результаты не могут быть поставлены под сомнение никакими скандалами. Это абсолютно очевидная вещь. Тем более, что подавляющее большинство наших атлетов ведут себя достойно и никаким запрещенным препаратам отношения не имеют. И, конечно, нужно сделать всё для того, чтобы они в своей спортивной карьере, их спортивная карьера от всех этих скандалов не страдала. Так же, как и не страдали болельщики, которые за них переживают. И, конечно, нужно сделать всё, чтобы ничего подобного в нашей практике не было и не повторялось. Поэтому ещё раз прошу правительства самым серьёзным образом это заняться и представить соответствующие предложения. Но и просил бы, тем не менее, коллег, которых мы сегодня сюда пригласили, прокомментировать то, что происходит в этой сфере. Слово министру спорта. Пожалуйста, Митальевич. Дмитрий Иванович, как Вы знаете, 9 ноября 2015 года был опубликован доклад независимой комиссии ВАДа, который был сформирован на основании фильма, немецким каналом показанный и главными героями, которые были отстранёнными нашей системой, как раз спортсменами. И в целом, в соответствии с Вашим поручением, мы как раз и на добросовестной основе, как мы нам поручали, открыто совершенно начали взаимодействовать сейчас с Международной антидопинговой агентством ВАДа, Международной федерацией лёгкой атлетики. Вы знаете, что решением ВАДа наша антидопинговая система, РУСАДА, антидопинговая организация и лаборатория были приостановлены в правах. Мы встретились с руководителями ВАДа, подписали дорожную карту о восстановлении этих организаций в правах. Но могу сказать, Владимир Иванович, что всё-таки в борьбе с допингом есть государственная ответственность, есть ответственность общественная. Государственная ответственность заключается в том, что государство в лице правительства Российской Федерации в 2006 году ратифицировало конвенцию ЮНЕСКО. У нас есть чёткие обязательства. Мы должны были принять соответствующий закон, создать независимую организацию РУСАДА. Мы к Сочинской Олимпиаде построили суперсовременную лабораторию, вложили миллиарды рублей в неё. Эта система десятки раз показывала свою эффективность. Она где-то 15 тысяч допидпров брала, около 1% отстраняла, проводила образовательные программы и аккредитовалась, и лицензировалась самой ВАДа и контролировалась. Но сейчас деятельность этих организаций приостановлена. И как нам поручали, мы составили дорожную карту с международной организацией СВАДА. По соответствии с этой дорожной картой мы получили в партнёры антидопинг в организацию Британии, ЮСАДА, с которой мы подписали соглашение. И сегодня всё допинг-планирование на территории России осуществляется этой организацией. В качестве организации, забирающей пробу наших спортсменов, выступают организации немецкие и шведские две организации. Поэтому система сейчас допинг-контроля, она налажена и проводится именно так под контролем ВАДа. Уже в феврале где-то было 67 проб, в этом году мы планируем в этом месяце 150, с выходом на где-то 500-400 проб. Мы это, так называем, умный допинг-контроль, который сегодня не позволяет манипулировать и применять какие-то запрещенные препараты. Мы соответствующую работу сейчас проводим. Сейчас вместо СВАДа мы провели полностью переаттестацию персонала в РУСАДА, создали им ещё дополнительные возможности независимости, они попросили изменить организационную правовую форму, ввели в наблюдательный совет представителей ВАДа. Мы предложили в нашу антидопинг-организацию включить в качестве экспертов двух-трёх специалистов, которые будут мировой антидопинг-системой рекомендованы и в ближайшие дни буквально такую работу проведём. То есть мы считаем, что эта организация, она совершенно спокойно может справляться со своей работой. Что касается лаборатории, там работает 50 просто лаборантов, это организация, которая тоже кредитовывается ВАДа. Ещё в феврале 2015 года она получила аккредитацию и работала достаточно спокойно, но вот сейчас также приостановлена права. Принята, создана дисциплинарная комиссия, и мы сейчас представляем все документы, рассчитываем в четырёх-пяти месяцев вернуть аккредитацию нашей антидопинговой лаборатории. Что касается вопросов, связанных с восстановлением права нашей лёгкой атлетики, наша основная задача, конечно, защитить добросовестных спортсменов и, конечно, создать им возможность для участия в международных стартах и соревнованиях. Здесь мы хотели бы, Владимир Ильич, отметить, что с Международной федерацией лёгкой атлетики мы получили некие требования к приведению к стандартам нашей лёгкой атлетики. Была создана комиссия Международной федерации лёгкой атлетики, она на протяжении трёх месяцев работала, они дали нам некие требования, мы их все выполняем. Ну, допустим, требования мы взяли полный список сборной страны, 200 человек, и они теперь должны до Олимпиады в Рио не менее трёх раз каждый быть оттестирован. Это первое. Что исключает возможности, график тестирования нет для каких-то манипуляций. Второе. Проведены все организационные мероприятия вместе с Олимпийским комитетом, отчётно-выборное собрание, избрана новая руководство лёгкой атлетики, новый президент, новый президиум, все кандидатуры согласованы с Международной федерацией. И уже 11 марта мы представили первый доклад «Независимая комиссия Международной федерации лёгкой атлетики». Первый доклад состоялся, было отмечено, что Россия проделала большую работу за это время, но вместе с тем до мая месяца есть ещё вопросы, которые они считают нам необходимо дорешать. И в мае месяце мы рассчитываем, что Международная федерация лёгкой атлетики всё-таки вернёт российскую лёгкую атлетику луна всех тех событий, соревнований международных и не будет создавать нам неконкурентную среду. А что касается тех ваших замечаний по взаимодействию, недоведению до спортсменов, Владимир, вы знаете, здесь естественно, конечно, этот препарат, но не хочется тоже о нём много говорить, в десятке аналоговом в мире, но именно этот препарат запрещён. Но в целом он действительно введён с 29 сентября, было объявлено с 1 января. И мы исходим из того, что мы его не должны применять и, естественно, ориентируем всех наших спортсменов, организаторов, врачей, тренеров на эту работу. Но, с другой стороны, мы проводим расследование, мы видим, что наши спортсмены в большинстве своих объяснений говорят, что этот препарат принимался в ноябре, в декабре, в октябре прошлого года. И, естественно, конечно, сегодня мы запросили антидокную организацию ВАДА, и сегодня получили ответ. Исследование по срокам вывода этого из организма препарата, конечно же, нет. Естественно, мы хотим как индивидуальный случай в этом плане совместно с нашими коллегами рассмотреть. Поэтому, конечно, мы принимаем и критику вашу, и считаем, что действительно мы не должны позволять заслугам российских спортсменов, тех добросовестных спортсменов, конечно, бросать тех на них. И ещё усилием меры. И мы в правительстве провели специальное совещание, сейчас рассмотрим вопрос усиления меры ответственности, особенно касаемо тех людей, которые побуждают спортсмена применять эти запрещённые средства. Потому что спортсмен сам по себе, он всё равно будет наказан. Он единственный несёт по регламенту, кодексу ответственность. У него жёсткие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до остранения. До четырёх лет сейчас минимальный срок отстранения за употребление от допинга. Но вот люди, которые побуждают, способствуют, мы в этом плане посмотрим. И такие поручения правительство дало ещё раз посмотреть взаимодействие. Сегодня мне казалось, что мы с ФМБА сейчас очень совместно неплохо работаем, выстраиваем. Но это и наша задача, так называемое, замещение этого допинга, конечно, как вы сказали, находить. Работать в области новых технологий, современных, подготовки спортсменов. Так что будем заниматься, Владимир Владимирович. Что это замещение? Ну, речь идёт о том, что, конечно, сегодня в большом спорте огромные нагрузки. Спортсменам нужно восстанавливаться. Естественно, речь идёт о неких современных методах восстановления. Но это не замещение. Но речь идёт о том, что запрещено, мы не понимаем. Северные методики и незапрещенные препараты, поддерживающие здоровье. Конечно, конечно, об этом речь идёт. Вот, пожалуйста, Владимир Владимирович Уйба, руководитель Федерального медико-биологического отдела. Спасибо, Владимир Владимирович. Вот, уважаемые коллеги, действительно, тема избрана достаточно чувствительная по мелдронату, поскольку, как сказал Джей Витальевич, мы провели всю нормативную работу, которая необходима была при введении в запрещенный список мельдония. При этом хочу сказать, что сам мониторинг препарата вовсе не говорит о том, что он будет в конце концов включён в запрещенный список. И примеров таких мы имеем десятки. Когда препарат был в мониторинге, он так и не попал в запрещенный список. Поэтому работа по выводу его из оборота начинается только после этого протокола ВАДА, только после внесения его в запрещенный список. Эта работа была проведена. Все, действительно, все спортсмены, у которых взяты пробы, они январские и дальше, 2016 года. Под роспись, то есть мы до каждого спортсмена довели информацию о том, что препарат исключён. Сняли его со склада и реализовали в лечебных учреждениях, не выводя его на спортивные ринги. Поэтому сегодня основная работа, которую мы действительно проводим с Минспорта, и я, Владимир Владимирович, хочу сказать, что насчёт коммуникации у нас в последние годы действительно сложилась нормальная работа. Здесь эта тема имела место быть, но сегодня она достаточно плодотворно решается. Это хорошее поле для общей работы создано, в том числе благодаря общей работе и вашей поддержке. Что бы я ещё хотел сказать? Основная сейчас тема – это мы действительно смотрим на разночтение в инструкции по применению, где сказано, что препарат выводится от нескольких часов до нескольких суток. На самом деле мы сейчас начали проводить самостоятельно такие исследования. Время прошло недостаточно ещё, но даже первый опыт даёт нам доказательную базу, что это не так. Кумулятивное действие препарата мы предполагаем до полугода на лицо несостоятельность инструкции по применению препарата, которая дана, и тех базовых данных, которые мы уже сейчас начинаем набирать. До этого мы этим не занимались, потому что препарат относился к разрешённым, и это не имело никакого базы для этого. Хорошо. Хочу и вам сказать, Владимир Викторович, и Виталию Леонидовичу, во-первых, не нужно ничего политизировать, не нужно продвигать какую-то теорию заговора, нужно системно и своевременно реагировать на принимаемые решения, в том числе на уровне международных организаций. Если у вас не было данных о том, как быстро выводится этот препарат из организма человека, то нужно было провести соответствующую работу, вступить в контакт с коллегами из ООД и с ними заблаговременно всё это обсудить, а не бить, как в народе говорят, по хвостам, задним числом рассуждать о том, что корректно было ими сделано, а что некорректно. Поэтому и как старые опытные тренеры учат тоже, нужно не плакать и не стянать по каждому поводу, а выигрывать, и выигрывать с заявным преимуществом. Тогда и вопросов не будет никаких. Это касается и медико-биологического сопровождения, и самих спортивных результатов как таковых. Ну и, наконец, самое главное, я вас прошу самым открытым образом работать со всеми нашими коллегами, в том числе с международными организациями, прежде всего с ними, и с ВАДО, с Олимпийским комитетом, с другими международными структурами, чтобы была создана обстановка абсолютного доверия и прозрачности в ходе этой совместной работы. Спасибо. Давайте перейдём к основному вопросу. Спасибо. 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 Спасибо.